Берем две батарейки. Так, раз включился. Ура. Без. Давай, врубай лампочку. Раз. Да, лампочка настоящая. Два лампочки. Я призываю, чтобы они полностью все вот эти схемы, которые там у них есть, этой разработкой, выложили в свободный доступ. Всем привет. Срочная новость. Вот сегодня утром мне Дима Бонжови сбросил видео, а как ребята из Москвы сделали установку по типу то, что делал Капанадзе. Вот. Вы можете обратить внимание на эту установку. Я в конце, кстати, поставлю полностью это видео. Очень важный момент. Обязательно досмотрите до конца, и в конце там вся суть фактически. Ну, то есть они рассказывают принцип, как это все работает. И также я, ну, дальше я просто объясню после этого видео, когда вы все целиком посмотрите и проанализируете, я кое-что расскажу, на самом деле очень и очень важно. А сейчас обратите внимание, что здесь ребята полностью его тестируют. тестируют на, то есть видите, на полу, берут его, всячески там двигают. Ничего нету нигде, то есть нету никаких проводов. Есть только одно заземление. То есть через заземление, ну, естественно, этот генератор вырабатывает электричество, используя землю и энергию фактически, ну, типа того, что делал Капаназе, что-то вроде энергию эфира. Вот, мы это четко можем видеть здесь. Они его потом будут выносить, ну, дальше в лифт. Они его будут потом, ну, фактически хотят поместить его, для чего в лифт вынесли, чтобы исключить все возможные излучатели. Потому что многие там будут писать, что там, мол, якобы излучатели какие-то стоят, они, типа, работают это по принципу радиоприемника. Но никакой радиоприемник, вы без какого-то дополнительного источника энергии, там, допустим, аккумуляторов или в сети 220 вольт, он вообще даже не запустится. Абсолютно на 100% исключено, чтобы он запустился и начал работать просто даже динамик. Здесь они будут подключать две лампочки по 95 ватт. Лампочки, обратите внимание. И также они будут проверять, потом просто вынося его на улицу, потом они подключат телефон. Ну, все это по порядку вы здесь целиком увидите. Видите, точно так же принцип, как это делал Капанадзе. Сразу же, обратите внимание, здесь они будут показывать, что... Вот видите, там, типа, катушки, они некоторые могут сказать... Сейчас я покажу. Покажу, что там ничего, никаких батареек нету. Катушки пустые. Под стволом ничего нету. Под стволом, понятно дело, ничего нет, потому что было на столе до этого. Вот здесь видно, как две лампочки накаливания подключили. И дальше будет показано, как они... Катушки внутри, они пустые. То есть, все внимательно посмотрите. Самое удивительное, вот здесь они показывают, что есть только к трубе канализации, ну, то есть воздопостаточение подключен провод. Только так. То есть, вы сами понимаете, что любую массу, ну, не массу, а фазу бы кто-то подал на трубу, это я специально говорю, чтобы вы, ну, те, кто разбирается в электрике, фаза сразу же начнет искрить и коротить, весь дом начнет искрить. Попробуйте у себя, если вы живете в многоэтажном доме, фазу подключить на землю, ну, в частности, на трубу канализационной. Вы посмотрите, что во всем доме начнет мигать свет. То есть, ну, фактически фаза это и ноль. Проверяю аппарат. Вот, меня сложно в этом плане обмануть, в принципе. Поэтому сейчас посмотрим. Еще раз придется. Сейчас Сережа электрончик, да, и с нами еще один эксперт. Начинающий. Начинающий, да, инвестор. Да. Проходи. Так, Сережа проверяет заземление. Конечно, нет, ну, труба и труба. Ничего тут удивительного нет. Труба все-таки. Ну, конечно. Давай тогда сейчас проверим, короче, провод у нас от этой хреновины идет. Сюда, сюда, сюда. Еще раз показываю. Ничего не обрывается. Ну, давай подключай. Ну, давай. То есть, заземление. Земля. А, давай, скажем, что вот так? Поставь на табурет вообще, то есть, вот, на любую, короче. Или на пол можешь поставить. В принципе. Давай на пол лучше, да. Это будет нагляднее. Вот, подключай землю. Это труба у нас, то есть, провод идет. Ничего не переключил. Батарейки. Где батарейки по 9 вольт? В общем, 18 вольт. Врубай, не томи уже. Запускаем. Что такое? Сережа пришел. Сережа. Еще за землей. В общем, короче, мы идем проверять заземление. Как все подключено. Вон, не бьется. Так, током не бьется, все нормально, да? Да. Вот, давай. Ну, это, как бы, щетчики, они не подключены. Вон, провода торчит. Ну, ну, ну. Какие прикольные щетчики. Да, вон, я так вижу. Так, провод идет, идет, идет. Так, идем, 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 идем. Вот здесь Олег уже стоит. И приходим. Да, вот, провод, давай его потрогаем. Током не бьет. Током не бьет. Прибор, короче, давай еще раз. Открой его. Покажу, что там ничего, никаких батарейок нету. Катушки пустые. Под стулом ничего нету. Под стулом, понятно, ничего нету, потому что было на столе до этого. Ну, давай, запускай, запускай шайтан-машину. Да, давай. Все, все, давай. Специально снимаем. Так, что там? Подключаем зелью. Берем две батарейки. Так. Как включился. Ура. Шайтан-машина заработал. Лампочка. Вес. Давай, врубай лампочку. Включаем. Раз. Да, лампочка настоящая. Два лампочка. Восемь бат. Какой, восемь. А сколько? Как ты, ты, вот, чтобы четыре ватта видел. Вон коробка лежит, это лампочет. Нисколько? Сколько? Шесть ватт лампочет, 200 вольт. 12 ватт. А тебе никто не сказал, что 500 ватт запустили? Лампа накаливания 95 ватт. Нет, это она не запускает. Не, можно вот от 15 ватт лампы. 15 ватт давай. Нет, у нас вообще один киловатт мы хотели... Мы показываем технологии, не 500 ватт, не киловатт, не гигаватт, ничего. Нет, наставляем, она с перекалом даже. Нет, тут не будет сейчас этого, потому что все потребляется. Выключаем автоматы. Давай, выключай автоматы, да. Все. Конечно. Все. Все, выключили автоматы. Так, я включаю свет сейчас тогда. Где пока? Так, все, выключили свет. Да. Все, прибор работает. Пока? Пока все работает. Пока. Ну, короче, батарейки нету, Серега, понимаешь, да? То есть, источника излучения нету никакого, да, вроде как? Нет, дело там, что он либо когда... Все здесь выключено. Смотри, давай поднимем еще раз. Еще, лампочка эта мутная. Смотри, вот поднимаем прибор еще раз. Вот. Да, ничего. Ничего нигде нету. Аккуратно, я не разговариваю. Все, вот он. Все чисто. Частота была 874, сегодня 75,0 под Москвой. Частоту есть перебили бы. Здесь земля 750, точнее. Да. Вот он, сколько? Что скажешь? 50 килогерцев. 50 килогерцев. А в Питере было 774. Включаем, включаем. Включаем, включаем. Включаем, включаем. Давайте запускаем с нагрузкой. То есть, уже включена в розетку лампочка. Так, еще раз всем покажу, что там пусто. Нет никаких, короче, это просто канализационные трубы с обмоткой. Все. Давай по-другому. Еще покажу телефон, заряжаем телефон. Вот мобильный телефон. Ну, импульсный был. Стандартная зарядка. Стандартная зарядка, вот стандартная телефона. Так, отходи. Погоди. Давай, давай. Чтоб наглядно видно было. Подключаю телефон. Положи, куда-нибудь на стол просто. Что, что-нибудь мерить будешь смотреть? Да нет, зачем. Так понятно. В принципе, все ясно. Так, не знаю, что за штучка. Тут это было 494, это я уже выяснил. Это множитель, я так понял. Какой-то там. Опять преобразователь, судя по всему. А здесь живет. Катушки. Да, какой-то транзистор с конденсатором. Ну, и да, это транзистор. КА-78-2. Мы ищем батарейку или технологию? Ну, я посмотрел, с чего это сделано. Зачем батарейка? Батарейка это неинтересно. Батарейка любая... Батарейка мы не скажем. В принципе, интересно узнать принцип? Я специально подготовил принцип. В принципе, что... Да, ну что, ребята, мы остальные... И так все понятно сделали. Да, пусть горит, короче, то есть, посмотрим. Короче говоря. Так, короче... Здесь некая королока. Проводок, 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 проводок. Покажу, что горит. Идем, идем, идем. Так, малыш, ты бегаешь и немножко нам мешаешь. Так. Труба. То есть, просто труба. 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 По классике. Посмотрим, что будет. У нас четыре батарейки. Идем, четыре. Труба. Вот, да. Банки, то мы это сам... Вот, все мы их закорачиваем. Вот они у нас, видите. Имитирование. Можно... Да, любую. Как бы это самое из них. Понятно? Пока показывают принцип работы. Да. Оп, смотрим. Лампочки горят. Труба. 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 Вот коробка. У нас ин и аут есть. Аут у нас заряжаемый конденсатор, который мы будем заряжать от него. Переливать. Переливать. Он пустой. Я сейчас еще раз покажу. Мы сейчас еще раз его закатим. Все. Я переливаю. Ничего нет. А этот у нас полный. Соответственно, мы полный возьмем. И вот, значит, раз. Это самое подключим. И перелив пошел. Перелив. Подключим. Сколько вольт было? 37,6. Я говорю, что температура больного человека 37,6. Вот. Смотрим, что у нас теперь получилось. Значит, на этом конденсаторе у нас 23,8. 23,7. Да? А на втором конденсаторе у нас 21,2. Да. Суммируем. Сколько получается калькулятор, да? 4,6. 44,6. Из 36 минимума. 44,5. Молодец. Это по этому же принципу работает этот прибор. Это один только фокус. По этому же принципу. Фокус. Бери. Даю в мир. Так, мы решили эксперимент дома не заканчивать. Сейчас пойдем в лифт. Вот. И покажем, короче, как это работает в сетке Фарадея. Потому что есть вероятность, что прибор берет частоту какой-то радиостанции. Вот. И преобразует ее в энергию. Чтобы этого не было, короче, мы сейчас в сетку Фарадея запихнем сюда. Видите, ничего не будет там. Свет выключали в доме. Да. Но светом выключали это никак не влияет на радиостанцию, поверь мне. Ты же не выключаешь. Так, мы идем в подъезд. Сейчас будем испытывать в лифте, потому что в лифте нет никаких излучателей. Лифт. Это сетка Фарадея. И сейчас мы туда зайдем. Я не знаю, здесь земля есть в нем. Это все земля, блин. Ты что? Если бы в лифте не было бы земли, кого-то вдрахнуло бы там. На рельсе. Да. На рельсе. Да. Надо его достать, чтобы он не закрывался. Да, вот здесь кнопочку держишь. Отмену. Понятно, его надо закрыть как раз. Люди вызывают лифт. Ну и что? Второй есть лифт. Второй есть лифт. Землю подключил? ничего страшного, это я сделал. Нет, здесь. Подожди, подожди, подожди. Нетu здесь земли. Что стак стоит? Не может такого быть что нету. А теперь попробуем shares. Нет, подожди. Закрывай дверь, закрываем. Там работает. Зак res点. Закрываем дверь. Закрываем дверь. Закрываем дверь. Запускаем еще раз, давай. Запускай. Запускаем. Просто контакт был, хренового. Работает. Давай лампочку втыкаем. Вторую. Вторую втыкаем. Контакт опять потом что-нибудь. Нет, две не тянем. Опять лифтница открылась. Может быть он просто две не тянет? Стартуем. Попробуем сейчас, закроется сейчас. Да нет, можно запустить сейчас. Запускай, мы уже проверим, что он работает без двери. Держи лампочку, держи. Нет, две не тянет. Потому что земля. Оп, есть. Обе лампочки горят. Так, проверяем. Сережа держит провод, сдает, что там электричества нет. Потому что он живой. Ну все. То есть получается исключены какие-то излучатели. Потому что это, будем говорить, квадратный залет. Телефон не ловит здесь, да, абсолютно. Ну что, там уже железо, только пустые, все можно. Прежим. Никаких кабинетов, хреновых. Телефон не хотят просто его, не успешно снимать. Можем розетку разобрать. Ну тут уже, в принципе, вкручивали туда лампочку, что-то понятно. Короче, вот тебе и проводочек, конечно, все. Никаких розеток нет. Шайтан машина заработала, ура. Слушай, ну она, конечно, она... Ну вот этот эксперимент. Я говорю, что лог модернизации за сегодняшний день, вот этот прибор... Ребят, сам посмотрел, сам проверил, сам убедился, короче... Так что... Давайте, положи плохую пустую место. Обмана нет. Это уже хорошо. Это радует. Гуляем по улице с тонариком. Нажимаем, гасим. Все. Повторяем под нагрузкой. Туда саму систему. Все. Ну вот. Вы посмотрели, а теперь самое важное, что я хочу сказать и на что обратить внимание. Все это, конечно, круто. Они сделали эту установку. Но есть важный момент. Они не хотят эти схемы выкладывать в сеть. То есть, на самом деле, я призываю, чтобы они полностью... Все вот эти схемы, которые там у них есть, Этой разработкой, выложили свободный доступ. Потому что с этой компанией будет так же, как с компанией Слободяна. Кто-то захочет этот аппарат, фактически, схему полностью получить в свой доступ. Чтобы быть монополистом и выпускать такие приборчики самому. Или, как говорится, чтобы эти приборы не пошли в массы. Для того, чтобы обезопасить себя, лучше всего такие схемы выложить в сеть. Вот это такой мой призыв к этой компании. Не нужно жадничать, потому что будет то же самое, что с Слободянами. Эту компанию, скорее всего, ликвидируют. Патенты это все конфискуют. И на этом, как правило, все закончится. Также для тех, кто хочет сам собрать нечто похожее, есть у меня на канале. Под видео будет ссылочка, кстати, на оригинал видео, чтобы вы посмотрели. И также будет ссылочка на видео, где я рассказываю о таком же принципе работы Сергея Сталкера. У него есть вот такие похожие, это не такие, но похожие схемы, рабочие на 100% вот такого вот прибора. Тоже настолько живат, как и здесь.